ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, мы продолжаем. Самое время представить вам нашего первого гостя, весьма необычного гостя. Да, это, собственно говоря, господин Трансформер. Причем, судя по его костюму, мне кажется, он доехал сам, потому что там вот есть вологодские автомобильные номера. Добрый вечер, здравствуйте. Как нам вас величать? Меня зовут Бамблби. Бамблби. Если я правильно понимаю, у меня сейчас ребенок по ту сторону экрана вообще прыгает отчасти. О, да, Бамблби! Да, это правая рука того самого Оптимуса Прайма, легендарного Трансформера. Я все верно, да, понимаю? Конечно. Да, потому что мы с Марией-то выросли немного на других персонажах мультипликационных. Ну, погоди, понимаешь ли, там еще что-то. И как-то вот привычно, что все персонажи, они добрые, они, ну, показывают какой-то пример для детей, для подрастающего поколения. А что показывает Бамблби? Это вообще злой, негативный герой? Нет. Он очень даже добрый. Мы защищаем вашу планету от десептикунов. О, от десятикунов. Это коммунисты? Нет. Либералы. Я просто поясню. Это враги не только для нас, но и для вашей галактики. А, кстати, долго вот этот образ заживаться, мне интересно. Это же надо прочитать, наверное, целую историю, летопись того сюжета. Того, как это все было, кто напал, от кого защищать и какими методами. Нужно жить этим. И насколько вы вообще погрузились? Ну, судя по тому, как вы очаровательно хрипите, я думаю, что вы действительно вжились в образ. Это не из-за этого, Мария. Не из-за этого. Мне интересно, а вы приехали в таком же костюме на такси или сами за рулем? Я превратился в Камару. И приехал. И собрался здесь, возле эфира. Чтобы порадовать вас своим присутствием. Вы несказанно радуете. Я думаю, что не только дети, кстати, в основном большинство мужчин сейчас возле экрана сидят, разглядывают ваш костюм. Нет, давайте уже о таком серьезном. А вообще долго одеваться вот этот костюм, вот этот образ? Да нет, не очень. Ну, наконец-то показал живое лицо. Минут 20, да, наверное, вот это вот все на себя натянуть. Ну, самостоятельно можно одеться или только при помощи? Или помогает что-то? Помогает. Помогает. Сколько человек? Один. Одиннадцать. С супругой, мне кажется. Ну, а вообще, дорого стоит пригласить персонажа на детский праздник вот такого классного статного трансформера? Нет, вполне доступно. У меня еще вопрос, вот как у мамы, у меня ребенок действительно верит в чудеса и в Деда Мороза, и в Бамблби, в том числе. Когда к вам подходят дети с какими-то очень серьезными человеческими просьбами, даже, может быть, нетипичными для детского, там, семилетнего возраста. Там, не знаю, вот Бамблби, дорогой, любимый, сделай так, чтобы там что-то случилось в его жизни. Но вы понимаете, что это не в ваших силах. Как вы вообще вот реагируете, как вы ему доносите, на каком языке, что, в принципе, сказка-сказка, ну, как бы жизнь – это жизнь. То есть ты представляешь, как Санта-Клаус, а то он на коленочках подошел, дорогой Бамбу убить. Бывают такие ситуации. Кто обычно садится на коленки? Безусловно, конечно, бывает. Иногда дети просят невероятные просьбы, которых не в силах даже сам Господь Бог сделать. Самый трогательный момент, когда девочка попросила вернуть папу. Слезы навернулись на глаза. Ну что ж, приходится обыгрывать это сказочным вариантом. Иначе другого выхода нет. Это такая очень психологическая нагрузка, конечно, тяжелая. Безусловно. А как дети реагируют на появление Бамблби сейчас? Популярны герои нынче? Конечно. Сначала пугаются, потому что все-таки это образ трансформера, большого робота. Но потом, когда мы начинаем проходить испытания вместе с детьми, все меняется в корне. Потому что мы начинаем играть, проходить препятствия, становится весело. Ну я думаю, что это определенный набор из таких общедоступных черт характера каждому герою. Справедливость, смелость, честность, защита, опять же, животных. Мы почему про животных говорим? Потому что мы сейчас на рубрику скоро уйдем. Я предлагаю, кстати, сделать это сейчас. Перед этим, конечно, поблагодарить нашего супергероя за то, что в таком массивном костюме, в таком потрясающем образе, да, на 100% соответствует этому комиксу и жанру, пришел к нам сегодня. Я просто сейчас не могу глаз отвести, потому что у меня все равно тайное ощущение того, что сейчас Бамблби сложится в Шевроле, прям вот при нас. И укатит из нашей студии. У нас тоже есть вот трансформер-ватрушка. Но он такой более безобидный, на самом деле. Я бы с радостью порадовал вас, да боюсь, студия будет ваша маловато. Вот давайте ее не будем рушить, действительно, она нам еще пригодится. Спасибо вам огромное. Тем более некоторые из наших видеооператоров здесь живут, поэтому ребята из-за города приехали, так что... Спасибо большое за то, что подарили нам радость вас лицезреть в таком очаровательном виде, за то, что дарите радость нашим детям. Ну и, собственно, мы с вами прощаемся. Надеюсь, не на долго вы когда-нибудь к нам еще придете. Да, а для того... До новых встреч, друзья мои. Он сейчас уедет. Он прямо из кадра сейчас смоет. Своим ходом причем. А можно вас как-то вот, да, подвигаться еще, попросить напоследок, чтобы вы видели все новое? Ух ты. Это смоется, я вам сказала. Так, прекратите, Мария. Для того, чтобы... Для того, чтобы спасти щенка или качанка, кстати, не нужно обладать какими-то словами. Сверхспособностями. А нужно просто быть добрым, заботливым и открытым человеком. И прямо сейчас посмотрим на экраны и увидим следующий сюжет о наших замечательных четвероногих друзьях, братьях и меньших. Я уже готова. Дорога. Есть такая поговорка, что хорек, он ласковичен кошка и преданнее, чем собака. Это правда. Особенно если, как бы, с ним правильно обращаться, его правильно воспитывать, тоже давать ему любовь и ласку и заботу. Животное очень умное. Можно трассировать его кодом такого, что будет, ну, приносить себе тапочки. Он своих признает, как собака чужого может цапнуть. Он может даже охранять хозяина. А вот и дети папы-хорька, которые ищут себе дом. У этих близнецов пока нет имен, но напрашивается Гарри Каспаров и Ян Тилан. Потому что уровень IQ у этих зверьков не просто выше, чем у кошек и собак. Но кто знает, может быть, они примут участие в шахматном турнире в более зрелом возрасте. Рацион. Предпочитают мясо и продукты, богатые белком. Можно подкармливать сухим кормом. Место жительства. Клетка в уютном доме. С удовольствием возвращаются в свою норку на ночлег, завтрак, обед и ужин. Всем привет! В эфире «Хочу сказать» на Первом городском. Мы продолжаем нашу интереснейшую программу. В студии для вас Денис Саландин и Мария Калифина. Вундеркинды. Чудо-дети с чудо-способностями. Я опять готова тебя удивить. Ты представляешь? Да, Клеопатра Стратан из Кишинева зарабатывает одну тысячу евро всего лишь за одну песню. Слабо, Саландин? Ну, конечно, слабо, потому что талантливые дети – это очень здорово. И наши герои тоже имеют отношение к выступлениям. Это самые юные бибой Калининграда. Привет, ребята! Здравствуйте! Так, скажите, а почему вы выбрали танцы, а не какой-нибудь... Так, подожди секундочку. Ну, давайте еще раз поздороваемся. Привет, ребята! Привет! Вот, это уже по-другому. Я знаю, что у вас есть какое-то приветствие, да? Какое-то необычное. Давайте, учите нас. Ну, давай, Мирослав покажем. Как здороваются настоящие бибои? Ну, давайте, не стесняйтесь. Здрасте! Здрасте! Здрасте, это хорошо. А какое приветствие? Ну, какая-то фишка есть? Давай, Егор с Василием. Так, давай еще, давай с тобой. Давай. Так, так, да? А как? Задом напередно. Так и так. А, вот так. Вот так ничего ты не умеешь. Я буду любым. Да, ну рассказывайте. Рассказывайте, как вот так случилось, что... Вы пришли в танцы? Да. Не в хоккее, не в волейбол, не в плавании, а именно в танцах. Я понимаю, что да, инструктор, тренер Антон будет говорить за наших юных танцоров. С какого возраста занимаются, сколько им сейчас лет? Ребята начали свой путь в танцах с 4-х лет. Дело было так, родители... Мы собрались с родителями вместе и поставили цель и задачи. То есть, они мне сказали, что они хотят от своих детей. И я им сказал, что, в принципе, можно было бы сделать. И мы начали этот путь. И вот мы уже полтора года занимаемся с ними. Они оправдывают все надежды. И родительские мои также. В том числе. Ну вот, полтора года мы занимаемся. Ну, хорошо. Рассказывайте, это все не на бесплатной основе. Я думаю, у вас какой-то, как сказать, кружок или как это называется? Да, называется наша студия школы современного танца «Джем». Вот. Существуем мы уже 15 лет. В Калининграде мы 2 года находимся. Соответственно, естественно, вопросы финансовые, это все и с родителями решается. Дети здесь безучастны. Но все то творчество, которое они производят, оно с лихвой окупает то, что они делают. А то, что они в разных футболках, это все запланировано? Это у нас такой танец, он называется «Вверх». И мы специально подбирали футболки под цвета разуги. Ну, я думаю, что мы чуть позже увидим этот танец. А сколько поколений вы вообще вырастили? Ну, 14 лет. Вы этим занимаетесь? На самом деле, боюсь соврать, сколько поколений. Но точно знаю, сейчас могу сказать о 7 как минимум. Ну, слушайте, ну, совсем, конечно, все-таки юные танцоры. Сложно вот именно с этим возрастом работать? Сложность, если складывать, если вы имеете в виду, что сложно это складывать, то, в принципе, нет. У них все достаточно просто получается. То есть мы берем простые элементы, потом соединяем им и получается. Трудоспособность, да. Здесь как бы больше на подсознании у них происходят все элементы. То есть они заучивают. Иногда приходят на тренировку, мы с ними позанимались. После этого я вижу, что результата нет. На следующую тренировку приходят, и у них прям фонтан творчества. А приходили такие детки, говорить не умеют, а уже танцуют. Есть такие случаи? Да, 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 это очень часто. Ну, наверное, такой вопрос от всех родителей, которые сейчас у экранов. Как вырастить вундеркинтера? Вундеркинд, вот как распознать, что твой ребенок обладает какими-то способностями? Ну, я думаю, что если разделить это слово вундеркинд на простейший элемент, то вундер это чудесный ребенок. Все ваши дети чудесные, нужно просто к ним так и относиться. То есть это в первую очередь ваше родительское отношение к ним. И, соответственно, если вы будете к ним относиться как к чудесным детям, то они и покажут свои результаты. Да, но вот сейчас вот их, открою секрет, показывают в нашей студии на мониторе, и они, конечно, все довольны и улыбаются. Но мы тоже хотим улыбаться. Покажите нам танец, пожалуйста. Готовы? Что вы нам покажете? Ну, да, конечно. Чего? Готовы? 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 Да. Ну что ж, давайте попробуем сейчас станцевать. Готовы? Готовы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, такие танцевальные ребята точно не останутся без внимания девчонок. Как к ним еще прямо на улицах не пристают? Кстати, обо всех женихах и невестах знает моя знакомая Оксана Карпухина, которая, в общем-то, и представит следующую рубрику. Всем-всем, кто в поисках любви, внимание на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так и здравствуйте, дорогие мои! Я приветствую всех телезрителей вечернего шоу «Хочу сказать». Я Оксана Карпухина. И я та, которая с легкостью позволит всем одиноким калининградцам найти своего спутника жизни. Итак, сегодня на выданье первый гарный хлопец – веселый ковбой Валентин. Вот уже 58 лет он занят поисками бесконечной любви. В душе танцор диско, но на жизнь-таки прилично зарабатывает, работая технологом на серьезном предприятии. Кстати, жених-то наш со связями и лично знаком с вечной хатурянкой Софией Ротару. Если ты темпераментная блондинка с широкой душой и узкими бедрами, то Валентин ждет именно тебя. Также схватывает сегодня красную девицу Аленушку. Невеста серьезная. В свои 35 уже занимает руководящую должность, но и склонна к приключениям. Любит по утрам пострелять из лука, погонять на железном коне и почитать на ночь глядя. С удовольствием путешествует по иностранным царствам-государствам. Ищет надежного, а главное – позитивного спутника, причем обеспеченного, и готова незамедлительно обзаводиться потомством. Если ты хочешь покорить сердце Валентина, или готов посвятить свою жизнь джентльменским ухаживанием за Аленушкой, то незамедлительно заходи-таки в нашу группу ВКонтакте и пиши под понравившейся фотографией. А главное – помни, счастлив тот, у кого есть любовь. Целую! А ведь для счастья даже не нужно быть вундеркиндером. Зато можно стать мегапопулярным, например, как Айлита Андре. Первую свою абстрактную картину она нарисовала, внимание, в 10 месяцев. Все, я побежал и за альбомным листком, и за кисточками. Слушай, ну не напрягайся, так уже поздно. В твоем возрасте этим никого не удивишь. Хорошо, но зато в Калининграде много талантливых людей, поэтому мы вместе с тобой сейчас и нашим телезрителям посмотрим нашу любимую рубрику «Свободный микрофон». Смотрим. Привет музыкальному театру. Мы нарисовали план парка, то хотелось бы, чтобы порядок навести, и чтобы машины не ездили в парке, как по бульвару. Ездят туда-сюда и в местную, как говорится, администрацию, и проезжих, кто хочет. Девушке Алине привет. Любовь передаю свою. Привет передаю своим детям Эдуарду и Кристине, своему мужу Георгию. Передаю привет маме и бабушке. Всего доброго. Вот согласись, Машенька, что подарки приятнее дарить, чем получать. Совершенно с тобой согласна, хотя могла бы, конечно, поспорить, как женщина опять же. Как обычно. Да ладно, не как обычно. Я с тобой солидарна, ей-богу солидарна. Для меня еще, знаешь, какой факт стал очень приятным и отрадным? Что многие люди, которые приходили к нам сюда демонстрировать свои таланты в качестве гостей, теперь стали полноправными участниками нашей рубрики. Новые рубрики Айдая, прямо сейчас, которую мы и предлагаем вам посмотреть. Ты без выражения сказал, подожди. Айдая. Айдая. Да, да, да. Айдая. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...